Девушки отдыхают Дети уходят от родителей Рано или поздно Потому что они вырастают В итоге наше дитя отправилось в Мастерландию Чтобы показать себя Наверное я думаю Он вернется к своему родителю И докажет ему Что не зря Ксардос его создал Но что самое удивительное Мне порадовало что было написано Что Ксардос создал его по образу и подобию своего брата Но единственное непонятно Старшего и младшего Хотя если этот очень старый Значит наверное старшего В конце концов Ксардос сам по себе очень старый И если честно Знаете у меня Из-за такие интересные сомнения В конце концов По рисунку было По вот этим вот таким констанкам Да Было нарисовано что В принципе да Это старец То есть этот персонаж Он создан разработчиками А не создан с образа Ксардоса Но они правда очень похожи Ну да Если вы понимаете о чем я Вот Сейчас мы переходим Конечно же К новому квесту Он нас ждет А сейчас я думаю Все таки построить Мельницу Потому как 50 баллов королевства Яковицкая церковь вроде бы стоит 60 У нас сколько останется 50 минус 30 будет 20 20 А там если заработаем Хотя бы 40 40 уж точно Если мы выполним с вами на плате Но заработаем И будет 60 И как раз потом построим Вот Сейчас давайте тогда Разместим с вами Мельницу Смотрите как здорово Обалдеть Мельница это потрясающее изобретение Используя силу воды и ветра Она перемалывает зерна И является надежным источником Продовольствие до королевства Конечно Главное Голодать не будут Посмотрите Какая водичка Как здорово Слушайте Как красиво Очаровательно Очаровательно Очень здорово Мне так нравится Вот она Как раз Мельница появилась Все Супер Теперь мы с вами Переходим конечно к заданию Наверное Скорее всего Придется выбрать нам с вами Острия меча В нем участвуют Три персонажа Я думаю я чокнусь Ну В смысле я думаю я не чокнусь Давайте выберем с вами Острия меча В конце концов Остальные тоже очень интересные Мы с вами перейдем к ним поздней Меч не сильно изменился Со времен его изобретения Он так и остается простым Но эффективным оружием Можно ли превратить Этот кусок металла В нечто большее Подмастерь Александр Верит что искусный кузнец Может выковать такой меч Который станет Вечным символом Кузнечного искусства Слушай Ты первый уровень Слушай ты как он замахнулся Ну почему бы и нет Кузнец уже долго лелеет мечту Создать уникальный меч Которому не было бы равных Во всей истории Кузнечного дела После обнаружения записи Древнего мастера Возле Петрианской церкви Становится понятно Что время для осуществления мечты Пришло Прекрасно Мое время для мечты пришло Какая прекрасная мечта Я создам вечную ценность Так Конечно же ты создашь Так Теперь нам нужен Петрианский священник Который поможет нам Во имя будущего Нужно досконально знать прошлое Вот какой он Слушайте он у меня такой классный И поддержка статуса монарха А у нас два персонажа здесь будут Отлично Два персонажа Кузнец Александр Должность у него сейчас какая Очень интересно Прямо знать Он подмастери Пока подмастери Александр И Ой Настоятель Стефорд Он седьмого уровня О боже Обалдеть Он уже седьмого Я хотела сказать четвертым Нет Наш пупс прекрасный Уже седьмого уровня Очень круто Так О Как здорово Звонкие удары молота А наковальну Создают хорошую атмосферу Для размышлений Подмастерь Александр Витает мыслями Между рутиной работы И ведениями шедевров Кузнечного искусства К сожалению Авалон мало нуждается в шедеврах Гораздо большим успехом Пользуются заплатки На всякие низменные котлы Последняя мысль Возвращает кузнеца К реальности Подмастерь Александр Вспоминает Что слуга Диармад О господи Просит починить Сломанный котелок Ты мой прекрасный Скажи мне надоело Рутинная работа Хочу творчество Вот он наш Подмастерь Александр Вот он Да Вот он фейс Так Что нам с тобой делать Хотя сейчас как раз Девять часов Задания будут новые Сделать котелок Для королевской кухни Из разбитого котелка Господи ты боже мой И как нам его сделать Сделать котелок Сделать котелок Сковать Ну я не знаю Сможем ли мы сейчас Что-нибудь Подбросить угля Подбросить угля Отлично Слушайте Как я давно Не играла за него А подождите А это мы не можем Пока нет доступных действий Обидно Ну да ладно А по-моему Может быть и не будет Ладно Так Настоятель Проповедователь Любисмотрящего К искусству Ёшки-матрёшки Проповедователь Любисмотрящего Подождите Он в ванной А он собирается В ванную Прекрасный мой Потом помоемся А нет подожди Умоемся Помоемся В общем Чтобы у нас вообще Кайф был Так Теперь нам нужно На Ёшки-матрёшки У нас сейчас проповедь Точно Точно Прочитать проповедь Давайте будем Правда С юмором читать Ну не знаю Вот хочется Может быть Какое-то разнообразие Улучшим Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Подождите Они нас слушают? Нет Не слушают Давайте угрюм будем читать Всё Теперь они не орут Уже какой-то интерес Всё Здорово У меня более-менее Получается Боже мне получается Тихо-тихо-тихо Они слушают Они слушают Тихо-тихо-тихо Угрюм Я не знаю Как он угрюмо читает Жуть Вот Но зато мы за что-то Это получаем Обратить двух человек Петрианскую веру Боже мой Двух человек Нет Подождите Этот человек уже у нас Подождите Она тут Давайте с ней тоже Тогда её в веру обратим Попросить спеть Нет-нет-нет Я думаю не стоит Не стоит пока Попросить спеть Отправляется домой Понятно Всё Она захотела Есть Отлично Хорошо Ладно Не будем тебя мучить Обратить Петрианскую веру Давай жертва Зита Жертва есть Подождите Кто у нас ещё остался Кто ещё остался Не у нас Нет-нет-нет Нет-нет-нет Её превратили А тебя Нет Тебя тоже превратили Господи ты боже мой Кто у нас ещё В нашей вере Допустим Ещё не находится В нашей вере Так-так-так Во Отлично Мужик Я тебя взяла В оборот В обиход И прочее В обиход Я взяла тебя Раздать бедным Потом ты это всё сделаешь Давай-давай Нам нужно веру обратить У бедного Мечтать Слушайте Да он мне прям Мечтатель Дружелюбный Балагура Неуклюжий Обалдеть Кстати мне говоря Кто-то написал По-моему в комментариях Почему Кузнец Да ещё неуклюжий Ну особенность такая Что в принципе Дело в том Что в жизни Конечно это плохо Но дело в том Что тут такие показатели Я просмотрела По показателям Которые здесь написаны Персонаж неуклюжий Отсутся и координации То есть я не думаю Что даже если он тут работает Он себе на палец Например Стухнет Ну я не знаю Ну это как бы игра Но мало ли В общем Разгаре ваш персонаж Может ляпнуть Ну тут В основном разговор Что-то такое социальное Что это такое Разбитый котелок Сломанный меч А вот Нам их нужно починить Хорошо Сейчас мы всё сделаем Проповедовать Любви смотрящим А вот С кафедры Точно Вот что нужно Проповедовать Любви смотрящим Сейчас всё сделаем Сейчас всё сделаем Наш прекрасный стефор Седьмого уровня У него всё чики-пуки Он просто очень классный А чё-то Чё-то не получается Поздравили Стефор всё выполняет Чё такое Нельзя Давай потом с тобой раздадим Сейчас возвращаемся К Александру Потому как у него Какие-то проблемы Прекрасный мой Смотрите Лёг мечтает Он мечтает Какая прелесть Нет Давай вставай Прекрасный мой Нам нужно работать Как говорится Солнце ещё высоко Давай с тобой Скуём Скуём Восстановить меч Ну Наверное Я так думаю Что Именно это Нам нужно сделать Так У нас задание Починить меч И доставить его владельцу Также сделать И доставить дешёвый Длинный меч Сделать и доставить меч Очень интересно О боже мой О боже мой Подождите Подождите У вас персонаж Использует предмет Кузнечного дела Хочу узнать подробности Давайте Я чё-то дебил Я не понимаю Сейчас я быстренько посмотрю Шоконка из лица Выброс Сделать Сковать Увидите Новые Кузнечные предметы Идём дальше Так Дорогие мои Я думаю Что мы сейчас С вами Никакую бяку Не сделаем Попробуем Подбросить угля Хорошо И как Как вот мне Тут всё контролировать Сейчас посмотрим Сейчас посмотрим Хорошо Надеюсь Всё получится У нас Ладно Первый блинком Я иду Из этого принципа Посмотрим Как всё получится Слушайте Как он здорово работает Боже Что Прелесть Обалдеть Ой Камера Конечно Тут Ладно Проехали А не Руки Кривые Всё нормально Так Значит Нагрев Нам нужно Улучшить Нагрев Соответственно Так Я вроде Читала Но я читала Сумбурно Поэтому Как говорится Всё как обычно У меня Раскалить Железо Пока мы Собственно Этим занимаемся Раскаляем Железо Вот Нагрев Нагрев Пошёл Посмотрите Как здорово Вау Слушайте Я восхищаюсь Просто Медевил Ну это Просто Я не знаю Это очень круто Нагрев 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 Подожди Подожди Как раз Занимается Расколкой Железа Ой Простите Так Нагрев Качество Процесс Качество Мы ещё не перешли Чё тут качество О Не Не Нет 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 О боже Нет 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 Господи Господи Ты меня напугал Как Как так Можно Господи Вот по моему Это сам из всех таких профессий Оно вся Очень сложное Тут прям Такие тонкости Нужно знать Ну даже Да Это даже Не этот Не лекарь Так Осторожно Теперь мы с тобой будем А нет Он сам это всё делает Да Отлично Отлично Прекрасный мой Давай 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 У тебя всё получится Несчастные подавленные души Влачащие жалкое существование Неужели не осталось И во всём королевстве Волон страсти Вдохновения Господи Жалкие души Блин Стефорд Седьмого уровня Разошёлся Если бы все понимали Смотрящего Как понимаю его я Боже Да Ты мне так Искусство бы Восторжествовало Найдётся ли в старых Петерианских книгах Лекарства для этих Унылых душ Ёшки матрёшки Ты даже так Всё тут угольствуешь А Ладно Потом топай домой Всё Топай домой Мы сейчас С этим С Александром Тут такими делами занимаемся Как здорово Смотрите Стефорд носит 200 Ну нормально Всё хорошо Слушайте Отлично Аня тут пофоткала В общем Нам нужно Почини меч И доставить владельцу Так Что же нам нужно делать-то Раскалить здесь железо Нет Подождите Вроде бы у нас и так Нагрев хороший Он вроде как-то Нет Подождите Качество падает Но прогресс У нас улучшается Нагрев хуже Что нам делать Ковать железо Он кует железо Что поделать Раскалить железо А подождите Подождите Может быть правда Нагрев Нагрев Тихо Тихо Нагрев Ещё лучше Ещё Отлично Теперь приходим сюда Давай будем ковать Как улучшить качество Так Я пока не знаю Но прогресс у нас Почти 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 Подбросить угля Ну вроде бы всё нормально А как прогресс у нас Восстановить меч Подбросить угля Подбросить угля Тихо Тихо А Раскалить И качество ухудшается Да Если сильно раскалить Холя Що Не будем раскалать Подмастерия Наконец завершает работу Результат Меч Качество обычное Ну Слава богу Что обычное Вот Так Теперь значит Нам нужно Разбитый котелок Слушайте Надо бы в эту сходить Да Купить нормальный Ему этот Я кстати Жрачку Ему тоже Еду Ему тоже надо купить Господи Ты боже мой Мы что-то делами Тут занимаемся Сделать котелок Для королевской В общем Сделать котелок А как нам сделать То его Ладно Приготовим Сейчас мы тогда С вами Отправляемся В Тропу в дерев Да В тропу в деревню Все правильно Сейчас нам нужно Купить ему Вкусняшки всякие Заодно кстати Купим ему молот Потому что Я не думаю Что у Стефорда Это все есть Скорее всего У Стефорда Ничего нет Да У Стефорда Просто тут И так Всего навалом Вот Поэтому все Ждем пока он идет Сейчас быстренько Введу О господи Введу Пароль Так 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 Ой кот 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 Все денежки у нас есть Прекрасно У тебя были деньги Давай топай туда Топай домой В деревню Господи Я их отправляю голодными Надо было сразу туда идти А я что-то опять Ну ладно Я думаю У нас еще получится А дать восстановленный меч Ну давайте попробуем Отлично Вот Все понабираем Сейчас И быстренько Я к вам вернусь Ну вот Собственно Все набрали И отправляемся Отдать этой девушке Меч Тот Который мы чинили Соответственно Так Ты где топаешь Прекрасный мой А все 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 Топай 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 Отлично Сейчас мы с тобой Ее найдем Где она Подождите У нас тут вечеринка Я смотрю Да ладно Слушайте А что за вечеринка Мне прям очень интересно Очень круто И здорово Так А где можно поесть А подождите Тут правда что-то вот с этим связано Подбросить Сковать Заказчик оценил скорость Которой был починен меч А получается 25 За прекрасную работу Ну я надеюсь Нам повезло Боже мой А то у Ани кривые руки Подождите Ого Смотрять Слушайте Тут прям все есть А Понятно А с мечом он не может Правильно Он кует меч А не орудует Хорошо Ладно Сейчас нам нужно с тобой Все топать домой Нам нужно поесть У нас сейчас вкусняшки появились Жалко тут просто Ничего испечь нельзя Так бы я конечно Это все сделала А нет Тут можно было Нет Нет У меня тогда было бы Тут очаг как раз Но я его убрала Да Решил что Да Нефиг Нефиг Вот давай с тобой поедим Все Тут вкусняшки есть Давай допустим Луковый суп Боже мой Жизнь какая Ну ладно Как же нам починить Этот Предмет Мне прям интересно Разбитый котелок Подбросить угля Давайте подбросим Не знаю Например Кто это женщина Что ты мне тут делаешь А повивальная бабка Точно я же помню Подождите Она старая что ли Эй Эй Покажись А покажись Да слушайте Она правда старая Боже что мы Какой ужас Она старая Подождите А куда это удрал А он тут наверху А у нас тут наверху Тоже есть Понятно Я не заметила Что там у нас тоже печка есть Прям везде печки Везде печки Так у тебя что Изучить два Петрианских Прикладных пособия Ёшки-матрёшки Так же где я Раздобутыха Ладно Ты пока кушай Прекрасный мой У нас сейчас Время проповеди Давай всё Проповедь Попоём Поговорим Угрюма Например Не знаю Может весело А потом нам нужно Поспать Писать мысли Читать Изучить Петрианские Свод знаний Это вот это что ли Изучить Петрианские Прикладные пособия Ну ладно Пускай так Теперь Значит возвращаемся К Александру И посмотрим В конце концов Что же у нас Тут нужно сделать Да Нам нужно сковать Вот Наконец-то что-то получилось Что мы можем С вами сковать И Кусок металла Подождите А где мы раздобудем Кусок металла Его там не было Нам нужен Сталин И хромим Так подождите Давайте сходим К торговцу Может у него Кстати есть Почему бы нет Подождите 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 Господи Ты боже мой Ладно Сделаем От лица смотрящего Давай сюда пойдем Подождите А как это так Блин Я так и знала Что нам что-то такое нужно будет Я же забыла Какие нужны нам ингредиенты Ну ладно Хорошо Давайте попробуем Купить лавки Я надеюсь Он еще здесь Эй Торговец А он был наверху Писал что-то Прекрасно Слушайте Слушайте Ему так это подходит Кстати Его вид Соответственно И внешность И внешность И одежда И очень подходит В этом интерьеру Как здорово Интерьер очень классный Да Скрипка Угарь Чернилица Это не то Это тоже Блин Блин Какой ты торгуешь После этого Те-те-те Нет Нам опять топать Значит получается В эту лавку Да Потому что у нас Нету этого И этого Нету и этого Тоже Какой ужас Какой ужас Так Давай тогда Отправляемся Быстро в деревенскую лавку Ты там читаешь Угрюмо Я надеюсь Ты читаешь Угрюмо Я надеюсь Ничего нас слушают Нет Слушайте Они как-то Ему больше Угрюмо Нравится Они прям так Слушают нас Это же вообще Так Смотрим Где тут А вот Электрум А хламин Вроде бы Я покупала Слушайте Блин Такие ингредиенты Слушайте Так хочется Купить посох Смотрящего Там тот посох И это Подарить этому Как его Ксардосу А то Ладно Слушайте Немножко получается Ну почему бы Нет Главное Чтобы Все было нормально Так Наш слушатель Подождите Двигаясь по улице Под мастерия Александр Замечает Впереди Какое-то Скопление народа Заинтересовавшись Он подходит Ближе И видит Странного Маленького Человечка Торгующего Зельями Потрясающее Зелье Мастер Зельевика Количество Ограничено Сила Смотрящего В каждой Капле Под мастерия Александра Размышляет О том Стоит ли Покупать Что-либо У таинственного Незнакомца По имени Зельевик Беру Пожалуй Не помешает Идти дальше Наверное Лучше Пройти мимо Не обращая На зельвика Внимания Ну Я думаю Да Пройдем дальше Под мастерия Александра Продолжает Свой путь Радуюсь Тому Что ничего Не купил У кратышки По имени Зельевик Ну Вообще Может быть Можно было Купить И Может быть Что-то Мы Такое Уникальное Нашли Хотя Черт его знает Да Какие люди Вот люди Ради денег Что только Не сделают Да уж Давай 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 Все Топаем Домой Так Я вроде Посмотрела Нам осталось 5 минуточек Где-то Ну Около Этого Так Теперь Я надеюсь У нас получится Это все Сковать Подождите А Нам сначала Нужно Сковать Значит Чтобы сковать Котел Нам нужен Кусок металла Два куска металла Чтобы раздобыть Что? Хламеум? Хламеум? Блин Где я его раздобуду? Боже Твой Подождите А если мы Отправимся Допустим На пристань Или там Нет этого Нельзя отправиться Покупать Что-нибудь Купить Нельзя А Он не может Он не может Что он делает? Блин Придется в общем Бегать вот так Вот по всему Этому Королевству Обнаруживать Эти Как его Камешки Куча времени Геймплея Боже мой Сколько геймплея Пасту хорошо приняла Ну да Спасибо Большое Тебе Потому что Это ты только умеешь Держать пасту Прекрасный мой Так 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 Где наш этот Александр Александр А ему поспать А я его отправила Что-то на подвиги А ладно Это значит лег Слушайте Я надеюсь У нас все будет хорошо Ладно Так На подвиги отправила Это что у нас? Мифрил А он может его собрать? Да ладно Мифрил Мифрил Ну не знаю Слушайте А где нам раздобыть Минеральное жило? Ну отлично Давайте соберем Залежи самоцветов Ух ты Ух ты Круто Блин Придется по всему этому Королевству бегать Искать Ёшки-матрешки Бедно Ты мой Прекрасный Ой Одни страдания Да Может к Сардусу зайти Хотя он там Нам просто так не даст Мифрил Хламеум Ага Все правильно Хламеум Мы с вами получаем Хламеум Да Слово Хлам Какая прелесть Таким Латинским Гончанием Мифрил Хорошо Идем дальше А эти А подождите Он может ловить Какая прелесть Камень силы Да ладно Камень силы еще Здорово Смотрите Он умеет рыбачить О боже Ты мой Какая прелесть Ну что Поймал сельдь Ну будет что покушать Хотя мы и так Кучу всего накупили Ну ладно Ловить мы с тобой Заниматься этим не будем Это все дело Десятое Сейчас мы с тобой Куда бы нам еще Сходить Прям Я не знаю Я прочешу Всю пристань Я сюда пришла Посмотрим Что тут еще есть Я помню Тут Что-то было Что-то интересно Зелий Да А зелиями Он не занимается У нас занимается Капитально зелиями И камнями По-моему Ксардос Да Потому что Ну как маг Неофит Да Только этим занимается Вот Так Здесь у нас Больше ничего нет Слушайте Какой обрыв Вау Водичка 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 Какая красота Блин А Вот Подождите Мы не справляемся Сделать и доставить Дешевый длинный меч Вот блин А Блин Мы не справляемся Ладно Давай быстрей Быстрей Обнаружи Быстрей Давай Собери Собери И быстро Топаем Домой Я Что-то Опять Не обратила На это Внимание Господи Господи Мы не справляемся Тихо 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 Все Топаем Быстрее Домой С тобой Сеющий камень В общем Ничего нам Это не дало К сожалению К сожалению Да Это очень плохо Ну да ладно Это все Дело Десятое Сейчас мы Идем Домой И нам нужно Сделать Какой Восемь минут Нет Сделать И доставить Дешевый Длинный Меч Сделать И доставить Подбросить Убля Сковать Длинный Меч Незакаленный Дешевый Длинный Меч Не хочу Просто Ради Та С Тратить Потому что Мы уже Все С вами Проворонили Задание Ладно Плевать Как говорится Сейчас Время Заканчивается Вот Немножечко Буквально Как это Пять минут Я сказала Что это Такое Уклонят Обязанности Прекрась Ну не волнуйся Нет Подожди Поешь Сейчас Ты ляжешь Спать И ковать Мы будем В следующей серии Да Я думаю Сейчас Уже Стоит Закончить На этом Серии Ну что Драги Друзья Это Не Подожди Подожди Поднимайся Поднимайся Прекрасный Мой Все Ему надо Оборудовать Комнату Чтобы Было Хорошо Иначе Мне будут Депрессники Капитально Ну это Еще Болемене Кстати Говоря Смотрите Как ему Все Хорошо Азарт Следователя А что ты там Наследовал Смотрите Уступление Ты где Находишься Ёшки Матрешки Да у меня Тут Прям Вечеринка Обалдеть Ладно Драги Друзья Обалдеть Серегу Как здорово Они танцуют Такое чувство Было Что они танцевали Правда Так на пару Как здорово Обалдеть Обалдеть Вот что Она сейчас Барда сделала Все Людня появилась Теперь у нас Тусовка Ну хотя Многих Тут так Людня была Какая прелесть А еще раз Начала Куда пошел Молиться А молиться Пошел Да Действительно Вот ладно Давай Помойся В общем На этой прекрасной Ноте Веселой Мы с вами Заканчиваем Драги Друзья Ну что ж Это была первая серия Нашего с вами Квеста Которая называется Я уже не помню Да Которая называется Я уже не помню В общем До скорых встречи Драги Друзья С вами была Касси С новой миссион Чарли Я вас очень Очень Люблю Пока Пока Редактор субтитров А.Семкин